привет ребят это академия сонграйтинга меня зовут олег шаумаров и сегодня я буду разбирать треки наших учеников ребята прислали песни для того чтобы сегодня мы их послушали дали какие-то рекомендации и отправили эти песни в сервис под названием твой хит твой хит это магазин песен при академии мы его создали специально для учеников и забегая вперед отвечая на вопрос попасть туда можно только будучи учеником академии сонграйтинга для тех кто на канале впервые меня зовут олег шаумаров я продюсер композитор работаю со звездами в шоу-бизнесе уже около 20 лет список моих работ безграничен и всем вам хорошо известен что я хочу сказать еще этот формат будет очень полезен новичкам потому что в процессе разбора треков я даю много советов и рекомендаций и по продакшену и по миксам и по аранжировкам и по вокалу и по сонграйтингу и по текстам то есть по большому счету это такой очень правильный обучающий формат потому что на чужих ошибках всегда учиться очень приятно и наглядно поэтому добро пожаловать в это путешествие и начинает его наш ученик алекс нотатор с песней любить ненавидеть любить ненавидеть любить ненавидеть все зачеркнуть и убежать на руках любить ненавидеть любить ненавидеть сто раз убегать чтобы вернуться на в твоем взгляде чувствую холод а в голосе звуки металла нашей любви корабль восколот и недалеко утонул от причала навсегда вдвоем у штурвала было тесное место с тобой не хватало и каждый тянул на себя одеяло и со временем все это ужасно достало и со временем все это ужасно достало и любить ненавидеть любить ненавидеть все зачеркнуть и убежать на руках любить ненавидеть любить ненавидеть сто раз убегать чтобы вернуться назад Любить, ненавидеть, любить, ненавидеть Все зачеркнуть и убежать на угад Любить, ненавидеть, любить, ненавидеть Сто раз убегать, чтобы вернуться назад Я рублю сгоряча и молот Остужаю разум и снова к тебе Чтобы почувствовать этот холод Или сразу до тла сгореть на костре Разбисты вдребезги все чувства Кажется, что никак не собрать В душе без себя так пусто Я хочу все вернуть назад Чтоб мы были вместе опять Любить, ненавидеть, любить, ненавидеть Все зачеркнуть и убежать на угад Убить, ненавидеть, любить, ненавидеть Отличный трек Алекс, мне очень нравится Обратите внимание Вот те, особенно ребята, кто только начинает свой путь в сонграйтинге Посмотрите, как сделана демка Да, здесь возможно с точки зрения звукорежиссуры Какого-то очень точного Когда выпускаешь песню, каких-то настроек Возможно, есть что подрулить Но в целом впечатление очень хорошее Все звучит, все прекрасно исполнено Все в стиле, все в манере Очень содержательный, хороший текст Хороший хук, любить, ненавидеть То есть песня хорошая Опять же, кто-то может сейчас сказать Ребят, ну это не хит И давайте договоримся Что в 2023 году Никто из нас не знает, что такое хит По одной простой причине Потому что Сегодня рынок шоу-бизнеса Он настолько сегментировался То есть если еще там Предположим, 10-15 лет назад Как-то все слушали одинаковые песни Одни и те же И вот если песня становилась хитом Условно, помните там песни Алсу, звезды поднимаются выше Тра-та-та-ра-тан Или там Иванушки Интернешнл Да, предположим То Эта песня Она становилась хитом У всего народа И буквально от мала до велика Все эти песни знали Сегодня ситуация немножко другая То есть У людей, которые постарше Которые слушают, скажем там Шансон Да, у них свои хиты У молодежи Исключительно там Свои хиты Есть некая прослойка Под названием Поп-музыка Да, которая Так или иначе Вот растягивается Во все стороны возрастные Мне вот такой музыкой Интересно заниматься И как мне кажется Вот эта песня Она вполне Может Именно растянуться Ну как минимум там Лет до 45 Начиная от Скажем 20 Да, это может не для детей Да, это может не для очень взрослых Но тем не менее Как мне кажется Спектр этой песни Спектр ее воздействия Достаточно широкий Именно по возрастному критерию Поэтому Стремитесь писать Песни Которые будут Захватывать Больший диапазон Я всегда говорил И говорю своим ученикам О том, что Самое ценное И важное Качество В профессии Сонграйтера Это Мультижанровость То есть Для того, чтобы Быть настоящим Профессионалом И действительно Хорошо зарабатывать В этой профессии Нужно уметь Работать с разными Жанрами С разной аудиторией Что-то написать Для молодежи Что-то написать Для взрослых Что-то написать Для Такой максимально Широкой Аудитории Да, чтобы Все Могли Это слушать Что-то написать Где-то гимн Где-то написать Детскую песню Где-то написать Я не знаю Там Песню для дня рождения Все что угодно Почему нет Вот так вот И делается Касса Сонграйтера Потому что Как только Вы становитесь Узконаправленным Специалистом Это как В жизни Как в инвестициях Как в бизнесе У вас пропадает Диверсификация То есть Вы кладете Все яйца В одну корзину Очень много Ребят на этом Погорело Поскольку Я работаю В шоу-бизнесе Очень давно То Мне так или иначе Приходилось Перестраиваться Учитывать Какие-то Веяния моды Тренды И так далее Потому что Тренды существуют Не только в молодежной музыке Как это принято Ассоциировать Тренды Они существуют Везде В поп-музыке Свои Шансоны Свои Условный шансон Десятилетней давности Сегодня Это Две Разных радиостанций На самом-то деле Поэтому Конечно же Там есть свои нюансы И в молодежной культуре Так же Сегодня Одно Завтра Другое То есть Во всем этом Надо разбираться И Все это нужно Потихонечку Уметь И собирать В свои Руки Мастера Для того Чтобы в итоге Стать человеком Который Может помочь Решить Любую задачу Так Ладно Приступаем дальше И слушаем Опять Алекс Нотатор Не бойся Моя девочка Не к тому Что у нас в Академии Учится только Алекс Нотатор Просто мне Помощники Отобрали сегодня Эти песни Видимо Он на этой неделе Был Один из самых Выдающихся И прислал нам На разбор Свои песни Погнали Не бойся Моя девочка Любить это прекрасно Любовь пусти в душ Это не так опасно Ведь сердце От любви Распускаются розы Им холод не страшен Безразличны морозы Не бойся Моя девочка Любить это приятно Когда луны вдвоем А после После Обратно Это твой Маленький мир Твой большой космос Проси у меня Если остались Вопросы Проси у меня Если остались Вопросы Ты ломаешь стереотипы Ровно под ноль Эти фразы Избит Любовь равняется Боле Это не про тебя Все Ты слишком сильный Себе ты обещала Не быть куклой Ванили Ты оставалась С собой И безупречно Красивой Острелы Амур Летели все Мимо и мимо И кажешься Ты со стороны Неуязвимой Решила для себя Давно Любить Недопустимо Не бойся Моя девочка Любить это прекрасно Любовь пусти в душу Это не так опасно Ведь сердце от любви Распускаются розы Им холод не страшен Безразличный мороз Не бойся Моя девочка Любить это приятно Когда луны вдвоем А после После Обратно Это твой Маленький мир Твой большой Космос Спроси у меня Если остались Вопросы Спроси у меня Если остались Вопросы Ты Да Алекс Никаких вопросов Не осталось Я не ваша Маленькая девочка Но у меня Не осталось Никаких вопросов Хорошая песня Тоже берем Молодец То есть Опять же Вот что Хорошего в этой песне Да Здесь есть Мелодичный Припев Там Достаточно Развитая Мелодика То есть Иногда Композеры Грешат Такой темой Вот какую-то Хуковую фразу Придумали Например И повторяет Ее по кругу Да Если вы Грешите Вот таким приемом Когда Что-то Придумалась Какая-то фраза И давай ее Гонять туда-сюда Обязательно Обратите сейчас Внимание На эту песню Потому что здесь есть развитие То есть внутри припева есть еще ход дальше Который разнообразит Вот смотрите, первые две фразы Казалось бы, одинаковые, да? Все, если я третий раз повторю вот это Все, все убилось А здесь Алекс идет наверх И таким образом появляется и разнообразие И вот эта закольцованность Потому что ритмическая Ритмическая структура Вот этот кусочек Он сохраняется и даже тогда, когда Алекс уходит наверх В общем, хороший ход в припеве И не банально, и не надоедает Что самое важное Поэтому следите обязательно за тем, чтобы припев был ненадоедливый Припев должен быть как бы закручен в такую спиральку Когда его хочется повторить снова Повторить снова, повторить снова И вот так вот происходит закольцование Если припев очень однообразный Его не хочется повторить снова Он надоедает, да? Или когда припев очень далеко Куда-то уходит Очень сильно развивается Развивается И не приходит в эту точку Где его надо закольцевать Ну, в общем Понятно, что есть определенные технологии Работы с припевами Алекс все хорошо и правильно сделал Кстати, ребят Сейчас я вспомнил У меня написано в брошюрке Что у нас сейчас в Академии Проходит супер акция Я сделаю обязательно отдельный видос Но для тех, кто в курсе и кто знает У нас есть сэмпл паки У нас есть сэмпл паки От Леши Разумова По-моему, три штуки У нас есть сэмпл паки От меня Это и гитарный пак И миди пак И два пака Классика и модерн А также у нас были в продаже Паки Голдаковского Васи Так вот Голдаковский вернулся в Академию Так что с чем я вас и поздравляю И нас поздравляю Поэтому Мы устроили супер акцию Собрали все паки Которые выпускала когда-либо Академия И предлагаем вам эти паки С 30% скидкой Если вы купите это бандлом И это называется Мега бандл Джекпот Продается он Акционно Поэтому скоро эта акция подходит к концу Ссылки в описании Если вы давно хотели купить что-то от Академии То сейчас самое время Потому что действует супер акция на эти все сэмпл паки К слову сказать Нашими сэмпл паками Пользуются и звездные аранжировки Аранжировщики И звездные продюсеры И даже известные артисты Поэтому я рад что наши продукты Используют не только ученики Академии А в принципе вся индустрия Нашего отечественного шоу-бизнеса С чем я нас поздравляю Итак Погнали дальше Сегодня мы не будем разбирать много песен Я думаю что пятерочка песен Для того чтобы этот формат был легкий Ненавязчивый И вам было приятно Удобно его смотреть А главное недолго И чтобы не замыливался слух Александр Коротин По меридианам Время на таймкодах и минуты Выжигает цифры на табло Нас покармим разные маршруты Друзь кидает словно как назло И лететь тебе быстрее света Вопреки законам и табу В прошлом образ жизни был аскета Я люблю теперь и я живу По меридианам любви Стали мы с тобой виза-би По ее сигналам По меридианам По меридианам Любви Стали мы с тобой виза-би По ее сигналам По меридианам Сложно дать отчет в полу эмоций Вспыхну ярко, но боюсь остыть Разделяя страсть на сотню порций Разум нужно как-то сохранить Банд любви умножится мгновенно Пауре заполнит пустоту Для меня ты будешь феноменом Я люблю теперь, и я живу Побери, Диана, любви Стали мы с тобой и зови Твои сигналы Александр, на самом деле сделано все неплохо И звучит хорошо, и девочка поет хорошо То есть к демо претензий никаких нет Мне нравится, что вот эстетика куплета Тут такая Павло Есениновская хай-файная Прикольно Но знаете, что мне показалось? Мне показалось, что очень затянуто То есть с одной стороны этот бридж Он сам по себе хороший, неплохой Но все очень как-то долго Все очень как-то долго И вот еще что я хочу сказать Что вот этот бридж Он ворует припев Вот, кстати, друзья Это интересная мысль Как мне кажется Этот бридж ворует припев Почему? Потому что по силе воздействия Он чуть ли не такой же Бридж Мостик, да? Он должен быть либо короткий Вот, кстати, у Алекса Нотатора Вот в первой песне был бридж Один тактик Один лишний такт То есть не четыре такта, а пять Там был один лишний тактик Он выполнял функцию бриджа То есть как бы чуть-чуть задержать эмоции Перед припевом Тогда припев воспринимается более Вот-вот наступил припев А когда мы затягиваем Вот эту встречу с припевом То либо этот припев Должен просто взрывать Чего здесь нету Либо он должен просто нас переносить В какую-то другую Другую вообще парадигму Звучание То есть опять же быть совершенно иным Либо этот бридж должен быть короче Либо его не должно быть Потому что бридж выполняет функцию У него несколько функций, друзья Первое То, что я сказал Удержать натиск припева Что типа, чтобы усилить припев Чтобы вот мы сдерживаем Сдерживаем, сдерживаем И вот он прорвался, этот припев Это первая функция бриджа Вторая функция бриджа Это внести какую-то новую краску Вот мастер бриджов На мой взгляд, это Константин Меладзе Послушайте, сколько бриджа Всегда у Виагры И эти бриджи Они совершенно отличаются По гармониям То есть этот бридж Вносит что-то новое в песню Гармонические Мелодические И ритмические В них все меняется И вот после этого Припев То есть как бы этот бридж Как будто сбрасывает Обнуляет Техники, которые использовались В куплете И техники, которые будут Использоваться в припеве Он совершенно Отдельное Стоящее Здание Этот бридж Вот как бы Две основные функции бриджа А здесь этот бридж Он просто Затягивает Нашу встречу с припевом Поэтому Смотрите Песня Потенциально Неплохая Мы ее Можем взять В магазин Но только в каком-то Переосмысленном виде Давайте Поработайте Над бриджем Вот то, что вы услышали Сейчас от меня Рекомендации Попробуйте Подумать об этом Может быть Придет какая-то Творческая идея Может быть Вы сократите бридж В два раза И перепишите его Вообще заново И вот он станет Как раз Тем самым Отдельно стоящим Зданием А может быть Вы его Вообще уберете Не знаю В общем Ждем Новый Какой-то Вариант Этой песни Потому что В принципе Все неплохо Но очень Очень долго Так Далее У нас Вероника Кашевая Обезболь Меня Погнали Ночь Все мысли о тебе Мне уже не помочь Мечтаю в темноте Ты вошел прямо в сердце Ты глубоко до самого конца Скажешь с ума Звоню в надежде Что ответишь вскоре Так сильно душит Без разговора Я зависима от тебя Не молчи Ты глубоко до самого конца Ты глубоко до самого конца Не важно, что скажут друзья Не важно Содыхаюсь Обезболь Меня Огонь Обезболь 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 Меня Если так Останови Меня Вероника Значит смотрите Давайте пока не забыл Начну с частного Но перейдем потом к общему Мне кажется Что за счет Однообразной гармонии В песне Появляется лишняя тяжесть И лишняя Скукота То есть вот это вот Когда тянешь кота за яйца Вот это Та-ра-та Да-та 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 Вот эти по два такта Фа-минор И все время Как будто этот Фа-минор И все время Хочется избавиться От этого Фа-минора Он все время Преследует В этой песне Потому что Все в него упирается Все долго Нудно Попробуйте Поиграть с гармонией То есть Условно Даже если Ничего не менять Мелодический Ритмический Просто тупо Вот все Вокал Все спето Все ничего Не трогаем Оставляем барабан И играемся Просто с гармонией Включаем там Пэт Пианино И ищем Обесболь меня Обесболь меня понимаете совсем другое дело песня полилась хорош все все хорошо поете хорошо по поводу сейчас расскажу давайте так переделывайте гармонию в припеве сейчас скажу про куплет надо ли в при в куплете что-то трогать все мысли о тебе мне уже не помочь мечтаю в темноте ты вошел прямо в сердце глубоко до самого конца скажи с ума звоню надежда что ответишь скоро так сильно душит без разговора я зависима от тебя вот здесь бы во втором куплете потому что вот смотри не втором куплете во второй части куплета я бы тоже уже с гармонией начал играться развитие потому что вот это вот все это все долго долго и нудно поэтому разнообразим делаем гармонию можно взять какие-то мои примеры есть понравились и переделываем и прислаем по поводу вокала хочу вот что сказать у меня возникло ощущение что вы поете не своим не своей природой вот это она как бы кто она как бы модно да на самом деле мне кажется это уже не модно уже не модно просто это вам это никакого отношения не касается к магазину песен и к разбору этих треков просто мое личное наблюдение вот вам просто совет идите от своей природы вот это вот наносное но уже не прикольно слушается тоже к этому витон может тут возразить но асти поет во первых асти не так поет у нее есть элемент вот этого как бы манерничание но во первых у асти богатейший природный тембр который бы она хоть куда прятала на все равно его никогда не спрячет просто крутой тембр человек открывает рот и все и всем леют это и самое главное достоинство асти ты и тембр есть у нее чуть манерничая но она артистка уже с 15-летним опытом и и уже знаете страна 15 лет и поэтому это немножко другое не я бы не стал не рекомендовал начинающим но вот смотри тот же так поет да у них уже давно все устоялось но ты не он у тебя другой путь свой путь а когда вы вот так вот поете вы стоите в ряд с третий сортными певичками ну просто простите меня и никого не хочу обижать но по моему мнению это так и есть это такой вот моветон это кабак это чих она номер один на пушкинской сидеть каверы петь по субботам за 5000 рублей ищите видно что вы хорошо поете видно что есть потенциал вокальный но нужно себя открывать свой тембр не знаю какой он у вас противный может быть но свой этот это ценно как мне кажется вообще давайте будем на сегодня завершать для того чтобы эти выпуски были лаконичные относительно и интересные да давайте так вот я бы сказал что на вообще тренд и в моей жизни и в моем творчестве и вообще как я наблюдаю это именно в том чтобы учиться выражать себя искреннего себя настоящего себя чувственного честного открытого не прятаться за маски не прятаться за образы не прятаться за чужие идеи не не предлагать чужие эмоции и не выдавать их за свои и не пытаться на этом сыграть ведь на самом деле рынок музыки он в том числе устал от чего он устал от того что все стремятся делать похожую друг на друга музыку у кого-то выстрелил какой-то трек и давай все бросаться в ту сторону но так к сожалению не работает я честно говоря даже не могу назвать какие-то треки как вот условно было там песня видите надо выйти да то она супер выстрелила и например кто-то сделал очень похожую песню прям специально да потому что то выстрелила и вот у него тоже она выстрелила я таких примеров не помню может быть они есть напишите мне об этом есть такие примеры есть друзья на сегодня все я хотел бы вас попросить поставить лайк этому видео если понравилось и кстати хочу сказать что у меня есть телеграм-канал я открыл но я давно его как бы не виду вот просто есть но в этот раз я его начал вести и там я выкладываю что-то из своей жизни какие-то демки песни делюсь не знаю всем подряд кому интересно немножечко со мной познакомиться соприкоснуться поближе пообщаться вот например сегодня я выложил вот такой пост как я выглядел когда мне было 28 лет как я бухал и как я сегодня уже не бухаю как я выгляжу сегодня и там история моей в общем жизни в тот период кому то интересно по крайней мере у меня уже тысячу сто чем-то подписчиков по 70 комментариев по 80 люди оставляют то есть как-то вовлекаются и мне тоже там интересно пообщаться так что ссылки на мою телегу тоже будут здесь спасибо ребят за просмотр всего хорошего и кстати в четверг будет вебинар по сунграйтингу кому интересно приходите ссылки тоже в описании спасибо большое пока спасибо и